Всем привет! Прежде чем приступить к обзору, хочу выразить свою отдельную благодарность зрителям, которые проявляют активность на канале. Подписываясь, оставляя свои комментарии, ставя лайки. Обзор будет на видео севки. В некотором царстве, в некотором государстве, на море и океане, на острове Буяне растет дуб зеленый. Под дубом бык печеный, у него в боку нож точеный. Сейчас ножик вынимается, и сказка начинается. А это еще не сказка, а только присказка. А кто мою сказку будет слушать? Тому соболь и куница, прекрасная девица, 100 рублей на свадьбу и 50 на пир. Хотели снять наши скоморохи на потеху публики, то есть нам с вами, видео из жизни сказочных существ. Но что-то пошло не так. Сценарист опять затупил, и мы увидели очередное видео из жизни Адамянов. Как в настоящем, так и то, как севка жил с матерью, и как она кормила своих детей раньше. Люди из других стран, увидев это, могут подумать, что так живут в их стране, как показал нам яркий ее представитель. Нет, это далеко не так. Мы увидели то, что в принципе видим на постоянной основе, с небольшим отличием. Нам наконец-то показали весь их уклад. Мы могли за это время наблюдать на канале, как севка мыл ноги и полы в мисках, в кастрюлях, из которых потом ел. Мы видели, как ложкой столовой убирали в кошачьем лотке, а потом еще и порошок носили почему-то из гардеробной через всю квартиру в стиральную машину. А потом, как ни в чем не бывало, продолжали этой же ложкой есть. Как грибы для закрывания в банке мыли в унитазе. Видели? Кто давно сомвела на канале, конечно же, видели. Потом видели, как эти банки взрывались. Унитаз у них, как всегда, замызганный, желтый. Они в Коломые крутили ершик, как неандертальцы, и не знали применения данному предмету. Для чего он нужен? Видимо, кто-то добрый подсказал, что этот предмет используют для чистки унитаза. Надеюсь, что поймут. Но там IQ 0,0. И мать мыла в этом видео этим ершиком крышку унитаза. Ну и немножечко прошлась поверху внутри. Поэтому в самом колене унитаз как был желтый, грязный, так и остался. Ой, они не знают, что там тоже надо все хорошенечко отмывать. Также мы видели, как мать использованной прокладкой выходила с нею из туалета, шла на кухню и елозила ею по всем поверхностям кухонной мебели. Как они готовят не моя рук, да и продуктов тоже. Как они используют незакрытый туалет. Никогда они его не закрывают и они не стесняются друг друга. Неопрядная одежда, в которой они одеты, все это мы видим постоянно. А вот халат в этот раз ты, видишь, как зря надела. Хотя, наверное, в этом видео правильнее будет называть ее анчуткой, ну потому что показывали жизнь сказочных существ. Так вот, анчутка в этот раз халат надела зря. Это слишком прилично было для нее. Это для нее не свойственно. Чаще всего мы привыкли созерцать ее в нижнем белье, ну или без. Не каждая мать будет показываться сыну в обнаженном виде. Ну для этого нужно иметь менталитет. Нужно иметь какое-то развитие, интеллект. Но там, к сожалению, этого нет. Такой разврат, который мы наблюдаем на этом канале, в голову придет только при определенном проживании в определенных условиях, в которых Севка и жил. Готовили в этот раз, опять же таки, ничего нового. Очередное хрючево с их любимой капустой в свойственной им манере. Мы все можем помнить также шокирующий салат. Точно так же они готовили и пару лет назад. Да и в самом начале, как только Самвел стал снимать свои видео с готовкой, все это так и происходило. Кто помнит вот эту вот селедку, которая никак не хотела разделываться так, как это было задумано Самвелом. Руки не заточены. Все, что попало под руку, под их немытые, можно сказать, руки, будем называть вещи своими именами, в этом видео. Они кидали в кастрюлю, помешивали, варили, жарили. Но я немножко отклонилась от темы. Я хочу вернуться все-таки вот к этому шокирующему салату. Там они тоже готовили немытыми руками, бросали неимоверное количество лука. Странно, что туда не пошла их так горячо любимая капуста. Потом это все перемешивали, заливали майонезом, перемешивали и ели стоя прям посреди кухни. А кто помнит его рецепт яйца пашот, как он готовил? Я думаю, многие видели это. Во внешнем виде, кроме приличного на данный момент одетого на нее халата на чутку, по сравнению с тем, что мы ее видим либо полуголой, либо в ночном, либо в комбинашке, непонятно зачем, ползающей по полу. Все остальное было привычное для наших глаз. Все эти вещи, которые они использовали для своего видео, конечно же, они взяли из своего гардероба. И это тоже о многом говорит. Вещи, конечно, ну как обычно, замызганные в кошачьей шерсти, не стиранные. Ну, этот халатик ее, он буквально стоял в шифонере. Кот, если уж мы вспомнили про шерсть, вообще отдельная тема этого канала. В пищу, которую они готовили, ну, думая, что снимают сценку, по идее, тоже должна была идти шерсть. Как обычно у Самвела это все происходит. Кот гадит в лоток, загребает, а потом либо к Самвелу в кровать прыгает, либо на стол лезет и там вытирает свои грязные лапы о поверхность или трется об него тем, что у него под хвостом. Все, что они использовали в ролике, опять же таки, благополучно будет использоваться на их кухне в обиходе и дальше. Вся эта посуда, ну, они не брезгливые, они привыкли же жить вот так, по-черному. В этой семейке самым умным был Аршалуйс. И как они справедливо заметили, что Эдик внешностью пошел в мать, а в остальном в отца. Ну, вот теперь пазл сложился полностью. Эдик бежал, как представилась возможность, не оглядываясь к отцу. И сейчас, я думаю, увидев это, он снова скажет Богу спасибо, что дал ему мозги все-таки отца и возможность убежать из этой палаты номер шесть. Вообще-то скучновато было смотреть в очередной раз на их житье, бытье с матерью. Но мы же это видим постоянно. Ирочка, а вам привет очередной от братца. Продолжайте гнать и дальше, что вы так им гордитесь. Если бы он это снимал, а денег хватало бы только на себя, как думаете, Ирочка также с удовольствием его навещала и пела, как сирена, что она очень гордится своим братиком? А ведь она и правда, как сирена. Сирена в древнегреческой мифологии демоническое существо, полуженщина-полуптица. Звуками своего очаровательного голоса она усыпляла мореплавателей, а потом раздирала его на части и сжирала. Не находите параллель? Голос сладкий, пение в уши любимому братцу. «Самвельчик, зайчик мой, душа моя, жизнь моя!» Сладко поет сирена Ирина в уши братика. Какой он замечательный! И как она его любит, и души в нем не чает! Видя его безумство, она закрывает на это глаза. Ждет, когда все придет к своему логическому завершению. И когда братец окончательно спрыгнет с ума. Но она к тому времени уже будет готова, чтобы вступить в права наследования, подсуетившись заранее. Ну ведь она же не такая глупая, как ее любимый зайчик. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok